Нам важна ваша поддержка. Вы можете помочь нашему каналу и команде гражданской обороны и антизомби по этой ссылке на наш патреон. Мы обязаны сохранить то важное дело, над которым трудимся все эти годы. И будем очень благодарны вам за доверие и поддержку. Ну что, друзья, совсем недавно в эфире одного из российских телеканалов пропагандисты чуть ли не умоляли нанести удар по столице. Мечтали о горящем правительственном квартале. Взрывы в Житомирской, взрывы в Сумской. Ну, в общем, красота. Ну, ждем прилета в Киев, честно говоря. Я лично жду прилет в Киев. Не, и Житомир, и Львов, и Сума. Это все хорошо. Но я жду прилетов по комплексу здания на Банковой. Представляли, как будут хлопать в ладоши, глядя на руины ЖД вокзала. Я бы начинал даже не только с политической инфраструктуры, но я бы для начала превратил в руины Киевский вокзал. Куда любят пребывать всякие, так сказать, тварь из Запада. А дальше бы обязательно поработал бы еще по жизнодорожной инфраструктуре, которой они дружно пользуются. Ну, и банковская, конечно, тоже. В общем, такой, знаете, чисто российский антифашизм в стиле Соловьева. Три дня всем выйти мирным из Харькова, из Николаева, из Одессы. Три дня. Если это не будет сделано, сносим квартал за квартал. Харьков будет уничтожен. Просто стереть лица земли. Киев будет уничтожен. Но не зря говорят, что желать зла кому-то плохая примета. В общем, додики в Останкино допросились, и по столице реально прилетело. Этаж раз**ало. Только совсем не по-украинской. В субботу на воскресенье Москву атаковали несколько беспилотников. Удар пришелся на две башни комплекса Москва-Сити, ОК-2 и IQ-квартал. Исходя из истошных криков за кадром, москвичи в большинстве своем были свято уверены, что за бомбардировками Украины они будут наблюдать по телеку, а в ответ им ничего не прилетит. Но нет, не угадали. Хотели войны? Звали ее? Теперь не жалуйтесь. Ребят, нашу башню взорвали. Башню в нашем комплексе взорвали. Первый взрыв был именно в IQ-квартале. У меня тряслась башня, у меня тряслись стены. Ну а на досуге рекомендуем всем россиянам вопросики родимому Минобороны задать. Но это тем смешным, которые вместе с пропагандистами якобы давным-давно демилитаризацию Украины завершили. Демилитаризация Украины, демилитаризация уже состоялась. Собственно, задачу демилитаризации вооруженных сил Украины Россия уже решила. Но, как видите, одна из целей спецоперации выполнена настолько качественно и по плану, что прилетает уже по Москве. О чем в начале большой войны сложно было и мечтать. При этом лично нас после каждого бабаха в столице РФ не перестает умилять реакция чиновников и пропагандистов. Они систематически корчат из себя невинных овечек и даже не стесняются называть атаки дронов по городам РФ терроризмом. Утром 30 июля российские силы пресекли попытку киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Москвы. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем телеграм-канале. И слушаешь, все это и непонятно, смеяться или плакать. Терроризм? Серьезно? А не вы ли, ребятки, уже больше года бьете ударными БПЛА, топа ТЭС? В центре украинской столицы произошло сразу пять взрывов с использованием дронов Камикадзе Герань-2. Смотри, как гераньки полетели. Наши русские гераньки как летят, горшками бьют. То по зерновым терминалам. Ну и после ударов армии России по инфраструктуре украинских портов на Дуна и сяк поток иностранных судов. По данным мониторинговых сервисов, корабли теперь просто стоят на якоре, причем поближе к румынскому берегу. Сообщается, что таких кораблей сейчас 50. Они ждут, когда украинские порты вновь откроются после прилета Герань. А чаще всего тупо по жилым домам. Так кто здесь террорист, а, Захарова? Атака украинских беспилотников на Москву является актом международного терроризма, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Но мы же не зря сто раз говорили, что по своей лживости и цинизму кремлевские и останкинские шизики давно переплюнули Геббельса. Они ж помимо всего прочего не постеснялись еще и темники по случаю прилета по Москве спустить. Да-да, именно темники. Ведь чем еще объяснить по сути одинаковые тексты у совершенно разных людей? Под утро хохлы устроили налет БПЛА на Москву. Учитывая предыдущий опыт, после подобного перформанса им стоит начинать неистово креститься двумя руками, а не бесноваться в экстазе. Гребаные мазохисты, вы же опять подставили своих же граждан. Ответ будет неминуем и очень жестоким. И читая подобные перлы, сразу возникла простая мысль. Вот на кого, извините, это все рассчитано? В смысле Россия ударит ракетами в качестве мести за Москву? Ради медийного эффекта, а другого от повреждения фасада высотных зданий в Москва-Сити не будет, киевский режим вновь попрощается с критически важной инфраструктурой двойного назначения. Наши ракеты рутинно и буднично уничтожают потенциал противника каждый день. А ничего, что Шойгу и компания и так это ежедневно делают? Можем напомнить, например, школу в Сумах. Тут многотонные завалы, потому что, как вы видите, один из корпусов учебного заведения, его просто уничтожили. Почти ничего не осталось. Гипермаркет в Запорожье или жилой дом в Днепре. Это первые секунды ракетного удара по Днепру. Одна из ракет попала в центр города в многоэтажку. И это только то, что было за несколько дней до «Привет о Москве». И то, что пострадали мирные жители глубинному народу в РФ, было пофиг. Более того, они там хороводы водили, ведь до сих пор уверены, мол, в Днепре погибло все руководство СБУ. По предварительной информации, в здании проходили мероприятия по случаю Дня государственности, где присутствовало и руководство управления. Ну да, Залужного уже 10 раз на пропагандистских ток-шоу убивали. Вдруг замолчали две ключевые фигуры противостояния – Залужный и Буданов. И все поняли, что Россия может заставить замолчать, когда она это захочет. И у всех вопрос, ребята, а кто следующий? Теперь замолчит. Буданова не только убили, но и оцифровали. Подумайте, какой уровень х**а творится на Украине. Взять мертвого человека, оцифровать его и через монтаж брать у трупа интервью. На полном серьезе задавать вопросы, слушать прогнозы. И все это на уровне эфиров государственных телеканалов. А теперь, судя по всему, очередь малюка пришла. То есть пропагандисты банально выдумывают победы на пустом месте. Так бывает, когда народ очень нужно чем-то взбодрить, порадовать, а на деле полная безнадега. Вот и приходится малахольным то языком топ-чиновников убивать, то мечтать о подписании капитуляции Украиной. Моя позиция такая, что переговоры нужно только ввести о капитуляции. Причем не только киевского режима, а в принципе всех хозяев. Серьезно? Ну, значит, так, да. Было бы неплохо. Мне кажется, хозяевы не очень согласятся с тобой. Да, ну кто их спрашивает? Согласитесь? Да плевать на них. Делаем, что хотим, что нам надо. Да что там, ребятушки, вон даже США на лопатки почти положили. После нашего наступления, когда будут, когда они попросят нас о переговорах, не Киев, конечно, а американцы прежде всего, и не англичане, на стол тут же лягут, но в худшем варианте, предупреждали, каждое следующее предложение хуже, те два договора, которые предлагал Владимир Путин 15 декабря 21-го. То есть большего безумия и оторванности от реальности и представить сложно. Хотя нет, есть же еще белорусский озаренок. Но Христос укрылся в Египте, а современные мученики укрываются в Беларуси. И как богообразный Иосиф, тогда, сейчас их спасает Александр Лукашенко. Вы не людь, вы тварьё! И сколько бы вы не пустили невинных детей на мясо ради живой косметики, в своих поганых ритуалах, сколько бы вы не продлевали свои никчемные жизни, вы сдохнете в страшных муках. Заживо вы будете громко визжать, как свиньи, и вас никто не услышит, никто и никогда. Да, иммигранты изнасилуют ваши трупы. Но очень сомневаемся, что пропагандистам Востанкина хотелось бы равняться на вот такую палату для буйных. Современный апофеоз войны выглядит из гор детских трупов, а на вершине его подлые мрази, червивые гниды и слизь. Парыши, Зеля, Данилов, Резников, Арестович, Подоляка. Они терзают и убивают младенцев, пьют их кровь, жрут органы. Заце стояв мой дан, заце гибнут у кровояки тупые кастрюли. Они же в Москве очень любят из себя правдорубов корчить. Мол, в России никогда не врут. Но на деле все настолько запущено, что иногда топовые мифы кремлевской пропаганды разоблачают, не кто попало. А лично Путин. Мы, например, очень смеялись, когда бункерный дед вдруг поведал миру, мол, никакой войны с НАТО на сейчас нет. Россия не стремится к военному столкновению с НАТО и не ищет его, однако готова к любым сценариям развития событий. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Представляем, как в этот момент перекосило Соловьева, Скобееву и прочих крикунов. Они ведь всем колхозам больше года о войне против НАТО еженедельно втирали. Мы воюем не с ВСУ, мы воюем с НАТО. Воюем мы не с Украиной, а со всем коллективным Западом и, естественно, НАТО. Там у них уже и демилитаризация Североатлантического альянса языком началась. Все понимали, что после того, как мы полностью уничтожим все вооружение Украины, это произошло уже довольно давно, дойдет черед до милитаризации НАТО. И народ смотрел и свято верил, мол, все-таки есть. И вот что им теперь делать? Сказать, что Путин не прав, это вообще богохульство. И ежели кивнуть царю... Мы всегда готовы к любому сценарию, но этого никто не хочет. Но если кто-то захочет, не мы, но мы готовы. То получается, что российская армия, начиная с прошлой осени, от украинцев бежит. Да-да, именно бежит. Ведь пока за поребриком пропагандисты уверяют народ, мол, наступление в ВСУ провалилось. Американский телеканал CNBC выдает совсем грустную правду. Киевский режим атакует инертно, продвигается вяло и вообще дело дрянь. Через три месяца у ВСУ закончатся еще и боеприпасы. Плюс начнется распутиться. Мы можем уже сказать, что это провал украинского контрнаступления. Контрнаступ, как он был бесславным, как он уперся в нашу линию обороны, так он и продолжает буксовать. А беспилотники по Москве это не что иное, как жест отчаяния. Второй влитен. Беспилотники, которые направляют противник на Москву, такая часть информационно-психологического воздействия. Здесь у противника никакого здорового прагматизма. Лишь бы хоть что-то на фоне огромных потерь и уже проваленного наступления, которому киевский режим готовили всем натовским миром. Украинская армия продолжает уверенно продвигаться вперед. Тем самым ставя Путина в, мягко говоря, неудобное положение. Дело в том, что еще до начала контрнаступления на канале Россия пообещали, мол, за стабильность линии фронта царь отвечает своей репутацией. Президент России поставил свою личную репутацию на успешный исход СВО, и в частности, на двигающегося сражения. А теперь выходит, что репутация, мягко говоря, подмочена. И это не потому, что нам так хочется. Есть факты, которые отрицать бессмысленно. Например, вот переход под контроль ВСУ поселка Старомайорская. Бойцы 35-й окременной бригады морской пехоты вместе с 7-м батальоном арей Украинской добровольчей армии освобили село Старомайорска. Контроль последнего позволяет украинской армии выйти с фланга к населенному пункту Урожайное. То есть жест доброй воли там – это тоже дело времени. На что отчетливо указывает и Нытьёч Монь. Противнику удалось оттеснить российскую армию Старомайорского. Ситуация сложна тем, что этот вынужденный шаг подставил под фланговый удар нашей позиции в Урожайном и Приютном. И еще раз, это же не где-то там, а Донецкая область, которую в России планировали оккупировать еще в феврале 22-го года. Денис Пушилин. До выхода сил ДНР и ЛНР на границе Донецкой и Луганской областей остались считанные дни. А теперь спустя полтора года якобы вторая армия в мире сдает здесь село за селом. А по телеку делают вид, что все классно, по плану, а дальше еще лучше будет. Пошли вон все вместе с политиками украинскими с территории Российской Федерации, которая уж точно проходит по линии от Киева до Одессы. И все Черное море наше. Нет, если сдавать территорию и наступать в сторону своей же границы, это и есть тот самый путинский план, то мы двумя руками за. Тем более, с учетом всеядности холопов, переписать цели спецоперации в любой момент вообще несложно. Захарова вон явно с Будуна заявила, мол, армия Чмонь в Украине, в том числе и за Африку воюет. Наши ребята отдают свои жизни. Не просто выступают, не просто говорят, а жизнями своими отстаивают право не только африканского континента, а всех людей на нашей планете быть свободными. И мы хотели сначала громко смеяться, а потом подумалось, ну, наконец-то правильные идеи. Выводите из Украины войска, окапывайтесь в Ростовской области, тут вылезает из бункера дед и объявляет победу. Мол, братцы, украинские фашисты больше не в силах угрожать Африке. Ну а после прямым рейсом можно и в Гаагу почти на экскурсию съездить. Ведь какие бы в Кремле не выдумывали планы и сценарии, а отвечать за военные преступления рано или поздно все равно придется. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорить? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем YouTube-канале, а также на Патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина! Субтитры создавал DimaTorzok